Как ты думаешь, что будет с нами, с Россией, тут серьезно, в летащие 10 лет? Мне кажется, это будут очень вязкие 10 лет, когда Россия, Украина, они завязнут в войне. Если Российское общество завязнет в каком-то небытие, если Путин протянет еще 10 лет, а я, к сожалению, не думаю, что он протянет эти 10 лет. Я бы сказал, как дедушка Белый Гвардей от своему внуку, это надолго. А напомните, сколько ему сейчас? Сейчас ему 71. А на Ходорковский нам говорил, что до 80. 81. И вряд ли кто-нибудь его после Байдена и Трампа упрекнет, что он слишком стар, скажет. Как же? Вот политика молодеет только в неправильных странах. А в правильных странах политика зреет, зреет, стареет. И он, конечно, будет все дальше и дальше от реальности. Очень интересно, конечно, как повернется ему фортуна эти 10 лет. То, что все-таки везло ему в последние 20 лет колоссально. И, слушайте, это не ум, это фортуна. Такое ощущение, что он все-таки... Доктор Фауст подписал договор с чертом, да? Чем еще? Я могу объяснить. Мне кажется, что он просто не подписал договор с чертом. Он просто был лишен очень многих моральных... Моральных моментов, которые должны бы нормального человека останавливать от некоторых действий. Это и есть договор с чертом. Он пользовался любой возможной ситуацией ради достижения своей цели. То, что обычный человек не может сделать, потому что некоторые выборы для него этически неприемлемы. Для Путина нет понятия, как, мне кажется, этически неприемлемый выбор. Знаешь, меня больше интересует, что будет с людьми. Потому что то, что с ним происходит сейчас, сейчас, это очень страшно. Одну вещь хочу тебе сказать. Мне тоже люди намного интереснее, чем разбор психологических образов Путина. Абсолютно. Абсолютно согласен. Смотрите, я сейчас смотрю всевозможных молодополитиков в Твиттере, с большим уважением читаю, и вижу, что они поймали тренд. И это именно пойманный тренд, эксплуатирующийся и пользующийся невероятной популярностью на фоне того, что власти в России показывают, что жить стало трудно не из-за нас, а из-за этих, которые санкции ввели. Очень умело делают это. Тренд такой, что прежде чем что-то менять в России, в любую сторону, в либеральную, в демократическую, надо полностью согласиться с тем, что Россия, что бы ни делала, она делает правильно. И кажется, этот тренд будет для еще 10 лет определяющим. Как думаешь ты? Дело в том, что признать неправильность происходящего и вообще признать и для человека, и для государства, ну это невозможно. Это, в общем, невозможно для того, чтобы признать, что Россия совершала преступления, что что-то как-то, население как-то довольно странно реагировало на войну. Для этого все-таки нужно какое-то еще и внешнее воздействие. Все-таки я замечу, что Германия начала признавать свои ошибки после капитуляции. Не сразу, и после, да, и после внешнего воздействия. Да, поэтому если учесть, что Россия и капитуляция, пока эти слова друг от друга далеки просто в разные вселенные, то и, соответственно, до признания, что кажется, мы были в чем-то неправы. Например, в сегодняшнем обстреле Киева, мягко говоря, неправы. Ну да, это будет десятилетие такой упорной и упертой правоты. И плюс ко всему все-таки, еще согласитесь, все время, когда разговариваешь с западными политиками, они говорят, ну ты же понимаешь, ну да, ну страна-то тоже не резиновая. Мы уехали, мы уехали. Большой поток уехал. Он скоро закончится. Не потому, что люди не хотят уезжать, примыкать, а потому, что уже не пускают. Посмотрите, как Германия ужесточила въезд, и все страны начинают это потихонечку делать. Потому что, конечно, конечно, не резиновые, потому что посмотрите Финляндию, да, посмотрите страны Балтии. Там есть нюанс один, туда еще российские силовики придумали, как закрыть от россиян Финляндию. Для этого надо просто из Ирака самолетами возить мигрантов, отправлять в Финляндию. Финляндия сама все закроет. Можно сказать, это не мы, это Финляндия. Мы это видели, как белорусы по той же технологии закрыли от белорусов в какой-то момент Литву и Польшу. Польшу, да. А здесь еще и такое показательное наказание за то, что вступили в НАТО. Да, да, да. И мы сейчас вам на коврике тут... Не разрешайте нашему Тимченко и Путину ездить на свои виллы на границе между Финляндией и Россией, как себе, домой отдыхать. Вот вам все остальные тогда дома сидите. А вы знаете, я еще... Ты про Германию сказала, что когда вот это покаяние общее случилось, да, ведь не будем забывать, что многие из фашистской элиты, ну, нацистской, перекочевали в новую Германию. Вот мне всегда интересно, сколько людей из тех, кто сейчас ответственен так или иначе за преступления Путина и Кремля, для кого все-таки найдется место вот в этом новом мире. Мне кажется, ты легко на это... Для всех. Это не 10 лет. Да. Это не 10 лет. То есть новый мир, это не 10. Это после 10. Просто пока не видно. Пока виден горизонт, он ровный и темный. А что делать эти 10 лет над журналистом? Скажи мне, пожалуйста. Работать. Что важно? Расследовать что-то, я не знаю, рассказывать о чем-то, что не знаю. Что россияне не знают про Россию? Россияне все знают про Россию. Жалеть? Что делать? Нет, слушай, как за этот последний год, за два года, за 20 месяцев стартанула российская журналистика? Ну, слушайте. Ну, посмотрите, сколько YouTube-каналов, посмотрите, сколько информационных шоу, посмотрите, сколько... Какая огромная конкуренция, а как инсайдер вырос. Я помню, как Марфа пришла на инсайдер, там было 70 тысяч подписчиков. Я помню прекрасно этот момент, насколько сейчас. На основном канале полмиллиона, да, у нас сейчас вот новый канал, на котором... Не в этом, смотри, инсайдер вырос, и редакция выросла, просмотры выросли раз, наверное, в 5-6, то же самое случилось с редакцией. У нас большой СМИ, вот реально, большой СМИ. И они... С меди-империей Александра Плющева. Да. Уже огромная, да, меди-империя. Я тебе хочу одну вещь рассказать, которая меня... Тимур, какой может быть ответ на этот вопрос, что нам дальше делать? Нам надо работать, и всё. Интересная история. В настоящее время выпустила совсем недавно фильм Андрея Лошака «Пентагон» про ужас... Восхитительный фильм. Восхитительный фильм про ужасное здание, в котором чудовищные драмы происходят с людьми, живущих в ужасных условиях. Я напомню, в настоящее время, по-моему, нежелательная организация в Российской Федерации. Да, да. Это даже не иностранный агент, там сразу уже не только тут, но и тут ещё. Одна большая звезда. И после выхода этого фильма «Пентагон» начали ремонтировать местные власти со словами «Боже, показали, какие мы на самом деле, надо срочно отдавать в ремонт». У нас недавно инсайдеры бы выпустили новость о том, что дагестанского врача, женщину, ей не разрешают в хиджабе выходить на Первый канал. И объясняют это чем-то, не могут объяснить чем. Вроде нельзя говорить, что нельзя. Но, тем не менее, не выпускают её. Через шесть часов ей разрешили после выхода. Нет-нет, это работает и в тюрьме тоже. Это работает независимо от того, понимаешь, кого. А почитать-то всё равно им некого, понимаешь. А почитать-то им всё равно только нас. Ну, нас, я имею в виду глобальное, вот, журналистское сообщество. Ну, слушайте, политзаключённое, Тоня Зимина, вы наверняка помните это дело, Калининград, свадьба, мужа и жену посмотрели, красный 14 лет. Да, да, да. Я с папой общалась там не раз. Да, там папа великолепный совершенно. Но Тоня, Тоня, она сидит в колонии номер 7 Саблина в Ленинградской области, и она остаётся на связи, она публичный человек. Вмотря на то, что из тюрьмы это делать невозможно. Как она делает это? Это оставим, что называется, нашу кухню себе. Но последний раз её просто выпустили через несколько часов из ШИЗО, когда пошёл рассказ, да, что она сделала там замечание инструктору, которая была практически без юбки, ну и пошло-поехало, и пошло-поехало. И она склонна к побегу, склонна к поджогам. Ого, интересно, как они это придумывают. Да, 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 да. И она там действительно, что она склонна к поджогам, начала там что-то поджигать. А, какие-то там рапорта, которые на неё писали. В общем, раз она склонна к поджогам, то чего? Нет, и мы благодаря её позиции, то, что вот одна политзаключённая на зоне, одна в Саблина, и, слушайте, мы, ну, все передают, да, девочки приходят, потом к нам в офис в Питере и рассказывают, и мы знаем про эту колонию, сколько вербуют там женщин. Мы знаем, что в пятницу уехал этап 32 женщины на войну. И снова приехали вербовщики. Сейчас снова будут вербовать. Соня ходит, занимается антивойной агитацией. В общем, конечно, конечно, это всё работает. Тем не менее, работает. Это всё не зря.